МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минтранс намерен инициировать внесение поправок в федеральное законодательство. По мнению специалистов ведомства, основные замечания аудиторов счетной палаты по поводу реализации в прикаме проекта безопасной и качественной дороги возникли из-за его двоякого толкования некоторых законов. В частности, одна из претензий касается проведения ремонта на Северной Дамбе. Аудиторы посчитали нецелевыми расходы в сумме 36 миллионов рублей на переустройство трамвайных путей и контактной сети, так как это не относится к работам по капремонту автодорог. Как мы сняли в Краевом Минтрансе, в законе об автомобильных дорогах трамвайные пути прямо не поименованы как часть дороги, а в законе о безопасности дорожного движения они есть. Второй пример двоякого толкования, по мнению пермских специалистов, является расчет стартовой цены контрактов. Счетная палата посчитала, что по семи объектам со стороны пельмяков было завышение их начальной стоимости на 18,5 миллионов рублей. Министерства в свою очередь говорят, что, используя разъяснение Федерального центра ценообразования при строительстве, по которому разрешено применять расценки сборника автомобильной дороги при их ремонте. Не согласно Министерству, есть замечания по поводу ремонта дороги, по которой не ходит общественный транспорт. Но плюсом к тому, что мы включили всю сеть подобных дорог в данный проект на 18, 19, 17, 18, 19 года, мы включили еще и ту дорогу, где у нас ходят автобусы, школьные автобусы. И вот в данном случае мы считаем, что наоборот нужно обращаться к законодателям и подобные объекты разрешать включать в этот проект и разрешать ремонтировать их за счет проекта качественной безопасной дороги. Сейчас в региональном ведомстве внимательно изучают все замечания счетной палаты. Озвучено, что по результатам анализа будут приняты меры по устранению нарушений. Напомню, что по итогам проверки коллеги счетной палаты России направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и в Минтранс России, а также губернатору Пермского края. Региональный центр инжиниринга стал координатором программы повышения производительности труда в Пермском крае. В рамках работы центр будет взаимодействовать с производственной системой «Росатом» и региональным бизнесом. Желание участвовать высказали 25 пермских предприятий. Именно на них в течение года будут проводить аудит производственной системы. Также будет разработана и испробована программа на повышение производительности. Из гарантированных бонусов – займы на реализацию на льготных условиях от Фонда развития промышленности. Как ранее сообщал РБК, в качестве пилотных площадок были отобраны группа предприятий ПЦБК, Суксумский оптико-механический завод, пермский филиал Сибура, Сорбент, Медисорп и ОДК «Пермские моторы». Ожидаем результат программы повышения производительности труда не менее чем на 5% в этом году и на 30% в 2025-м. Первый тур – конкурс по отбору главы Фонда капремонта при Каме состоится 30 марта. Прием заявлений пройдет до 29 числа включительно. Информацию разместила региональная служба по тарифам. Согласно документу, вновь объявлен первый этап конкурса, на котором проверялась полнота предстальных документов. Сообщается же также, что те, кто уже принял участие в объявленном ранее конкурсе и прошел на второй этап, смогут повторно не подавать документы и автоматически смогут считаться с искателями должности директора Фонда капремонта. Участники, успешно сдавшие тест во втором туре, также автоматически проходят на третий этап, пояснил один из претендентов на должность со слов представителя РСТ. Речь была такова. Александр Васильевич, вы успешно прошли второй тур. Повторно мы объявили, что состоится именно первый тур. То есть у меня пройден первый тур. И я просто жду весны и объявления о начале третьего тура. Как ранее сообщал Рыбакоперем, по предписанию краевой прокуратуры, в которую обратился с жалобой один из потенциальных соискателей должности, РСТ отменил результаты первого этапа конкурса. Претендент пожаловался на то, что при объявлении конкурса не был соблюден 30-дневный срок для сбора справок, подтверждающих отсутствие неснятой или погашенной судимости. Как стало известно, Рыбакоперем в рамках второго тура необходимое количество баллов не удалось набрать действующему главе фонда Дмитрию Баранову, а также еще одному кандидату на должность Станиславу Зимину. Ну и еще один претендент Николай Вторушин на тестирование не явился. Минимальный порог преодолел лишь Александр Головачев. В РСТ при этом телеканалы РБК отметили, что официальные итоги тестирования из Минстроя пока не поступили. Главная интрига для игроков рынка будет ли сегодня или завтра опубликована вторая часть доклада Минфина США, которая будет касаться ограничений на покупку американскими инвесторами российских гособлигаций. Спрос на них стабильно высокий и превышает предложения в разы. Накануне дополнительный стимул дал ЦБ. Эльвира Набиулина заявила, что ставка может быть снижена уже на ближайшем заседании. Но вот эксперты ждут с очередь от ФРС повышения ставки сразу четыре раза в этом году. Поэтому пока привлекательность российских бумаг максимальна. Это также положительно для рубля. При этом, опять же, глава ЦБ заявила, что запрет американцами на покупку облигаций, конечно, даст эффект давления на национальную валюту. Однако он будет кратковременным. Пока рублю удается отыграть позиции. Сегодня это 22 копейки. Курс на выходные. Понедельник 56.04. Самая дорогая пермская квартира вошла в топ-20 новостроек страны. Такую статистику привели аналитики ЦИАН. Согласно рейтингу, пермская квартира заняла 17 место в списке. Недвижимость в строящемся доме будет находиться в жилом комплексе Курья-парк на 22 этаже. Эксплуатация дома планируется в четвертом квартале этого года. Сумность квартиры превышает 21 миллион рублей. Лидером рейтинга на временной и по цене и по площади жилья оказалась Москва. В столице за более чем миллиард рублей можно будет приобрести двухуровневый пентхаус. Второе место по стоимости еще строящейся квартиры занял Петербург. Пентхаус свободной планировки площадью 600 квадратов будет стоить 638 миллионов рублей. На третьем месте квартира в Крыму за 143 миллиона. На этом все. Оставайтесь на РБК и хороших вам выходных.